И вновь мы в эфире наши уважаемые зрители, небольшие замены у скомендаторской будки вот ко мне присоединился Влад Максимяра. Всем привет! И сразу же бежимся по составам, как он мне предложил вначале. Давай, Влад, жги. Ну, я могу представить команду AllKind, это английская локация, насколько я понимаю, это в Пакистане. I'm damn good, мне его нравится, никнейм. Потом Эрвин Файтер, Лангбаун, Рэнди Уортон и Without Rules. Ну да, вот The Synergy у нас играет Bar, SS, Esports Player, Mr. Johnson, Huff, Esterilgan, Динамит, Капитан Команды. Так, карта у нас Red Alert, формат у нас Light. Все готово для того, чтобы начаться. Да, сейчас я вижу то, что игроки с Энерджи написали, что Vithout Rules лакает, и я замечаю это сам. Тоже, пропустил я первый бой, кто там победил, можешь меня проинформировать, а также зрители, которые недавно подключились. Мы уже играли революционный АП, АП выиграли, что там 1-0 всего лишь, не заработали 3 очка, они молодцы. Ну, и вот сейчас уже второй бой. Да, у нас будет проходить, значит, второй бой на карте Red Alert, и формат это, насколько я понимаю, ХРВР, да? Где-то Light, я же сказал. Light? А где смока? А, вон, динамит на смоке, а я думал, где у них смоки-то? Да. Выпустил я этот момент. Тоже, уже игра началась, и смока против смоки тут сам и стоит, динамит убирает Erwin Fighter, который, кстати, играет тоже на смоке. Ну, знаешь, все-таки подтвержу твою инфу, что Vithout Rules имеет небольшие титнические проблемы, порушиво замениться, либо обновить, потому что, ну, честно говоря, это не очень хорошо так играть, по крайней мере, неуважительно к своим. Оппонентам. И вот сейчас выходит. Да, надеюсь, не успеет, да, заходит игрок Lancer вместо игрока Vithout Rules. Да, и вот сейчас Сейнтхофф подхватывает Дашку в своих тылах, выходит он под мост, но тут вот смока его настигает, должен с ней разбираться. К слову говоря, можно, наверное, представить игроков, которые играют с модулями от рельсы, их тут двое должно быть от каждой команды. Вот, это как раз-таки тот Сейнтхофф и был, но об этом немножко позже. Сейчас сам Дэмгуду возит на нейтре флаг, уже там Рэнди Ортон, который как раз-таки имеет модуль от рельсы, подхватывает флаг, и у него есть абсолютно все шансы, чтобы его поставить. Насчет того момента с Эстер Рэлган, когда смока под мостом зашел, это было действительно вовремя от Эрвин Файтера, потому что он просто с ДДшкой мог, точнее смог прервать нападение Рэлгана. И покидает бой Элансерт, вместо него обратно заходит Виза Аутруль, и снова я за этим игрокам буду следить, потому что... Да, следить. Последить стоит, он сейчас как раз-таки сбил рельсу Мистер Джону, выигрывает немножко время, мог дать вторую рельсу Динамиту, но Эстер Рэлган оказался на месте и помог своей смоке. Ну, первый флаг доставлен на Тулкай, неожиданно довольно, ведь формат-то выбирали хозяева, Синер, Желайт, они должны были просто сейчас разорвать, как помню, своих гостей. Ну, это Рэд Алерт, здесь может все измениться за считанные минуты, так сказать, даже секунду, карта-то довольно-таки малая. Да, абсолютно согласен с тобой, я вижу в Пакистане теперь какие-то проблемы испытывают. Да, да, только что хотел тоже это озвучить, какие-то проблемы у Пакистана. Но они этим пользуются, и Эрвин Файтер уже увозит флаг, но его там Барс останавливает. Сейчас Динамит должен сливать Рэнди Ортон, Рэнди промахивается по eSport Player просто так, он eSport Player well played, можно сказать, обманул. Игроки, Олкан, что сервер лагает, но нет, игроки лагают, именно эти два игрока, я заметил. Такой закономерный, скажем так. Да, и заходит вместо Пакистане у нас Миккей. Да, Миккей Сейнхоф сейчас смотри с ДДшечкой не труп отбирает, есть Барс тоже на двойных. Сейнхоф фул соберет, главное сейчас убить Лангбова, что он и делает. И это неплохие шансы, зайти на базу хотя бы. Надо бы еще поддержку больше. Шансы всегда есть, у Барс сейчас был на фуле, но его опять разобрал Эрвин Файтер. Эрвин Файтер вообще хорошо на смоке, но точнее он оказывается в нужный момент, в нужном месте. Да, везет ему или так получается по игре, конечно, попросту. Но все же, вот Синерджи подхватывает флаг, Мистер Джон на одну лесу пытается ввести. Через центр Барс его будет поддерживать, есть выдвижение Стерейлган, но Джон сворачивает вниз, зачем? Зачем он это делает, я тоже удивляюсь, потому что там был Барс и то же самое Стерейлган, а сейчас он просто сделал проблему для своей команды. Проигрывает сейчас очень много времени Синерджи на этом вот ввозе, ввозят уже их флаг. Да, Without Rules подхватывает, правда ему сбивают рельсу, но Барс никуда его не должен отпускать. Там также есть Сэндхоф, который дал рельсу с другой половин карты. И есть шанс увести еще этот флаг, смотри, Сэндхоф выдает отличную рельсу, уже он на базе своей будет доставлять отлично. Сейчас Without Rules должен дать рельсу по Эстер Джону, но он ошибается и дает по Мистер Джону. Я не понимаю, как этот красный флаг так долго оставался там на месте, я думал, его они уже должны были вернуть, команда All Kind. Ну что ж, счет становится 1-1. Я думаю, мы сможем до конца раунда сходить в конференцию Синерджи, я сейчас их предупрежу, потому что довольно накаленная обстановка сейчас для них. В первом раунде, ну давай, напиши, почему бы и нет, всегда интересно послушать. Сейчас команда красных находится на правой половине карты, поэтому Динамит и Эстер Релгон без проблем могут захватить левую часть красной базы. Также Динамит должен сливать в Аспик, он это делает, остается целым, но его Рэнди Ортон справляется с ним, потому что сбить прицел вплотную на смоке довольно-таки непросто. Визаут рулис на ней, смотри, подхватывает флаг, увозит он на Буровку, но там Динамит должен разбираться, довольно легко причем. И Эрвин Файнтер, смотри, на Дашечке, едет тылами, раскидывает кучу дамага. Сейчас, походу, будет атака у команды Синерджи, потому что они подхватили дроп. Давай сейчас вармемся в конфу и послушаем, что у них там происходит. Да, идем к ним. Слева вас, пока. Я выдвеляюсь на этого, Рэнди. Да, Маму, дал. Хорош. Еще. Нафиг, стыла, стыла, полуфулл, смотри, СТ. Дал ему. Я еще ему дал. Стрелять пол, как здесь? Нормально, нормально. Мога, как здесь, что будет? На одну две рельсы, Рэнди. Тихо, тихо, тихо. Нарез. Я возьму ДВ-шку свою, Сань. Хорошо. Направо кинь рельсу. Да, кину. Все, Тэев, давим. Стылами, помогущись. Тылы, да. Та-на. Та-на. Выменево, Джо, вымениво направо, Джо. У них смака залагало. Я дал. Дал право, Ваффи, дровый ножом. Живи, Живи, Хофф, живи слева. Поживи просто, я зайду, Хофф, отлетаю. Тут биты Мики на одну. Там Дэф, у них смака на две. Право много их. Мока на одну. Одного паспа снял с Дэфа, ребят. Хофф, не уйдешь? Нет, нет. Ты, нет. Ластер лагающий. Сейчас дробь будет падать. Нас право один заметился. У нас право, Ваффи, Бар, давай. Да, у него. Второй тоже, на ну. Та-на, да, да, да. Смака на единицу. Нет, это пока тропа. Я слышу, я за Дэшкой еду. Пробую на водокачку, помощь будет? Давай, давай. Моку слей, ааа, я на меня. Да, биты смака. А, не так. Я не дал смаке. Может, добью смаку. Центр, на ааа. У вас на одну. Чекам, пока, ребят. Ланухов, контроль, Гашку, я поехал. Мока под мостом. Мока, да, на одну, она. Не добивайтесь пока. Да, забейте. Мока нарез. Сотка, сотка, заходит, Продига. А, флаг, ребят. На пятерке, у вас, у нас, у нас, у нас. Аптека, центр, нужно убить Продигу с центр. Забил, давай, садил. О, не, мидерка, двое, и ДТ-ку забираю. Обил, с тверки. Хорошо. Давай, твои. Аптека. У них двойные, двойные, ребята. Ребята, двойные у них. Браво, Тарит, вытвигайся со мной. Давай, я убегай. Грин, я тебя право вообще не вижу. Я заберу ихнюю Дашку. У них на двойных Ортон сейчас будет готовиться. ДД-шный у них сейчас будет, ребят. Он на полуфоле будет. Ну вот его право принимаем. Давай, Грин. Пятерка, на одну. Намасту. Ребят, у них Ортон, ДА, ДД. Каналы, ДД. Стреляй, Джон, по нему. Ладно, я попробую забрать. Он очень битый, ему аптеку нельзя давать. Я нашу драку взял, ребят, нашу драку взял. Пятерка, вас на одну. Если ты целый, атакуй. Да, 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 сейчас. ДД у нас падает. Я в атаке, замените, пожалуйста. Лево в дылах игрок. Да. Замените, ребят. У нас в дылах, и замените. Давай, давай. Вверху, жаль. Тише, тише. У нас в дылах корпус, иди, сейчас будет дать флаг. Я принял, принял, принял. Там, нет. Блин, он влагает. Лель. Я фердал, ребят, че-то вы смогали, вы посмотрите. Нутру правду оставьте. Сейчас он, вот так, пока автор. Тем, таком, не ходи, не лежать на нее. Нет, нет, я за фокусом, с поднастающим. А чем направо не то, что вы стреляете. Поднастающим. Да, флаг сейчас подберут. Жанал, не трогай флаг, васпус. Лель. Это смокана, атака, 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 атака. С лёгким пул. Лево, вернитесь, кто-то щас. Паку снял. Под маском против. Продина под маском, будет брать. Минута, а, понял. Минута. Внимательно, щас минута. Держи, давай, Грин. Залевайтесь на одну, не стойте. Я на Дево. Лево, смока. Лево, смока. Разрежайтесь. Я право, пойду, ходил. Давай, я сделаю. Лево, смока. Канал у вас, кран был. Паводал, че-то. Паводал, че-то. Паводал, че-то. Четвёрка, смока. Шотка, нитро. Довольно интересная конференция у Синерджи. Информация присутствует и есть даже немного излишек, как я бы сказал. Да, каждый вносит свою лепту, так сказать, разговаривает. Также говорят, что кто-то не держит там свою позицию, по-моему, Грину, это баланс сенсировано или правая сторона. То есть решение принимают все время битвы. Тоже счет 1-1. И что-то, так сказать, по поводу конференции. У него есть, в принципе, 10 секунд на увоз. Он может его реализовать, но маловато. Маловато времени. Но там же также есть мистер Джон на васпике с метрой, но... Шансы неплохие, отлично. 1-1 первый раунд. Да, что ж. Посмотрим, как хозяева. Довольно хорошо, как по мне. Ну да, расчет равный. Это вполне вот так есть. Сейчас посмотрим, как хозяева поведут себя за красную сторону. Ведь это же команда Синерджи, правильно? Ну да, команда Синерджи теперь уже за красную сторону. Такая, ты за синюю. Ну и вот они контроля дроп. По традиции. Да, неплохая традиция контроля дроп до начала раунда. Тем более, что потом будет все равно с уничтожением. Это правильно, потому что иначе можно было бы на первых парах заходить с дропом, что не есть хорошо. Вроде больше лагов ни у кого не замечаю. Я пока что на карте. Заменили... Командал Кайн своих лагающих, так сказать, игроков. Но сейчас я вижу Пакистане. Я извиняюсь, вынужден был отлучиться. Снова я с тобой. Да, все нормально. Я про то, что Пакистан вступает обратно в бой. Надеюсь, на этот раз у него не будет лагов. Ну, по крайней мере, пока их не видно. Это очень хорошо. И дает там надежды на то, что их не будет и в дальнейшем. Но зайдем около Кайндов, наверное, в начале следующего раунда. Да, почему бы и нет. Английскую конференцию всегда интересно послушать. Ну что ж, происходит сейчас самоуничтожение, должны уже? Да, через 10 секунд это у нас будет. Ты написал на русском, они поймут, да? Ну, в рейнде. Ну, я надеюсь, там есть и русскоговорящие игроки. Хорошо, тогда все нормально. Что ж, давай сразу врываемся к ним на начале. Да, пошли. Хорошо, давай. Что? Рай, рейнде. Х�, сп, правильный. Это два, 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 два. Смокий, мидл. Они имеют диппи, мидл, очка. Смокий, центр. Смокий, вон. Смокий, два. Вон, трех, трех, один, один. Это он. Смокий, один. Смокий, диппи, центр, guys. Диппи, центр, guys. iPhone 4 Спустя 10 секунд года There is someone in the right side He's taking a deep side They took a deep side Focus, centre Centre, D.P. Centre, D.P. We've got deep side I took the D.P. But, flag, flag guys Nice Wasp видят flak What is D.A. in our base? Centre, flag, Wazp One Dead Guys, D.A. I ain't playing Randy D.A. Ok D.P. in their base ДП в рейтинге тоже, подбежь, ленк Я току Бренды, сейчас Бренды Бренды В рейтинге Фокус центр Ран, ран Бренды 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 В эфире мы Вовремя мы ворвались, когда они увозили флаг Прикрывают друг друга, я слышал что кто-то спросил как там на центре, а другой сказал не переживай я справлюсь, но проблем что такое дикит может и подскажешь да такое и дипи у них часто такое звучало что не подскажешь иди наверное иди нужен диди это double damage но тогда это понятно конечно да ну вот это как она двойной урон ну да 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 я в тебя понял теперь синий же снова отстают на один флаг да я совершенно с тобой согласен попытался там ввести флаг капитан команды но не получилось у него это сделать команда synergy на мит не смог прицепить прицел к сожалению и спрос плеер в тылах у all kind of он выходит уже на флаг что будет брать флаг центром увозит нет не центром все-таки на штаны пытается вывозить мистер джон должен встречать напару с эндхоффом да но он к сожалению промахивается по смоке смока до сих пор живет на один удар также есть там пакистане и не просто старел гонни успевает давать дать рельсу с респауна и это венчается возвратом но на другой половине карте есть там дым год который заходит и отправлена пара создал от рулись там небольшие проблемы конечно возникли деферов и до сих пор не существует в лице виза от рулись динами должен с ним разобраться до делаться без проблем от пакистане на dd теперь уже вторым темпом заходит и будет брать да да на двойных он и хп у нее не так много правда куда там есть тестер элган правда который на одну шпо которого сейчас рэнди сливает который стоит на фуле на центре карты и смотри рэнди просто создает рельсы налево направо до барса отвлекается слишком сильно на него и тем более промахивается там смысла не было там все равно есть аптечка и without rules уже со флагом внизу если рэндик успеет дать рельсу и подхватить флага он это сделал сейчас будет у вас на центр также там же нет аптечки но там есть зато саклановцы правильный рэнди делает что не прыгает в штаны как это хорошо название сделал и сразу опережает свою команду еще на один флаг то есть здесь целиком полностью как по мне за украиндов сыграл дроп но проконтролировали дроп получили флаг все правильно молодцы сейчас мистер джон лежит в минусе амдэм гуд будет стревать наверное сент хова но нет он остается жив там есть информация замечает лангбов и убивает вот теперь уже есть дэшечка по центре кто я будет брать пока непонятно но в конфе алкендов явно уже слышно диди он мидал да да что то такое точно есть сент хофф к сожалению не успел и лайнгбов не дал ему рельсу а может быть мало хп мог бы дам патролить на своей дэшечке я лично думал что у команды алкань будет играть на смоке рэндик но видимо нет ревен файтер и он неплохо справляется вижу что он часто ходит но с синей стороны по правую сторону и сбивает рис слишком долго живет посмотри сейчас подхватил флаг сбил рельсу сент хова извиня перебью уходит на центр карты его если его сейчас встретить но не получилось у него сбить цель несложно там сильно большая концентрация игроков алкандов и алканды буду ставить же третий флаг в этом раунде возможно да ты хозяева хозяев мы это заметили в с тобой в прошлый раз когда играл команда house на парме hard ну хаос то одно дело тут синерджи алкань синерджи ты одни из аваритов алкайн довольно долго не принимали участие в турнирах плитцева сейчас они все-таки добились своей они не хотели показывать своего скилла чтобы противники не сильно настраивались против них может быть поэтому смотри вида утрулз уже на вас пике на своем быстром шустром сейчас уже доставлять будет четвертый флаг но нет его сливает по должен рейнфайтер на двойных должен доставить флаг значит на грейс энерджи вообще не вижу никаких атак от них толковых точнее никогда они умирают еще в зародыше своем так в том-то и дело ты нет ты правильно и говоришь то что они умирают прямо на своей базе и они не могут подобрать дроп из-за этого потому что карта полностью контролируется команды алканд такой замкнутый круг да не можем атаку на все потому что проиграли дроп проиграли дроп потому что не можно начать атаку да так оно есть нужно сорваться на двойных идет будет бороться с барс проходить дальше наверное хотя мне кажется счет 40 же устраивает алканда вполне а наш оператор нам напоминает что у нас в к проходила голосование по поводу победителя этого боя а выиграл там у нас кто наверное synergy сейчас посмотрим подожди давай там нас выгодишь смотреть вида утрулз уже везет пятый флаг для своей команды там рэндик должен возвращать но также есть истер алган который не дает поставить юбилейный флаг команды алкань так также барса подхватывает флаг едет уже под мост будет его встречать смока получил он информацию хорошо отреагировал стал по моему крит и убил флагоносца сейчас есть там сэнд хофф но там слишком много рельс от команды алкань слышат друг друга видно слышно по игре и спортплеер сейчас на своем васпе будет увозить флаг уже на своей половине карты и до грин открывает счет для своей команды в этом раунде что становится 4 1 остается еще две с половиной минуты привести три флажка реально за три минуты но вопрос в том что дадут ли алкань сделать это с тобой соглашусь кстати спортсплеер пытается оправдать надежды 45 9 процентов зрителей которые проголосовали именно за синерджи за алкань проголосовали 45 процентов но и ничья это 7 процентов все в том числе проголосовал за ничью мне был чисто интересный результат то есть кто-то сказал там команда синерджи да да синерджи с небольшим перевесом все-таки имеет преимущество я не подхватываю к слову говоря сейчас флаг сэнд хофф на двойных на штаны увозит барс ему в поддержку мне все так просто тут сильно много игроков алкандов опять же быстро они смогли переехать на другую сторону сейчас уже не на респах и сэнд хофф имеется шанс на доставку уже 2 флага в этом раунде расслабились консурант алканды ну вот смотри что сейчас произошло просто команда синерджи сейчас держит команду алкань на респаунах и она подбирает весь дроп и как ты сам говорил же получился замкнутый круг правильно сейчас делать сэнд хофф он не едет за флагом он выигрывает время для эстер алга на который есть шанс подхватить если он убьет рэнди ортона но нет там есть пакистан ты знаешь этот раунд выиграть уже как мне было нереально времени слишком мало главное привести как можно больше флагов и доказать самому себе что ты можешь против этой команды выиграть хотя я не думаю что сына же должны доказывать самим себя не это сами прекрасно знают но поднять свой боевой дух для третьего раунда им стоит я думаю они уже его подняли этими двумя доставленными флагами и главное сейчас не выпустить иначе все поднятое настроение уйдет никуда скажем так смотри мистер джон какой красивый мув сделан на васпике правда промахнулся по сквозной рельсо которого мог дать но проскиловал там на своем корпусе захватил флаг но не смог увезти его даже за секунд до 24 и первый выигранный раунд остается за командой all kind да и стоит теперь бояться синерджи следующего раунда поскольку если меня проиграют в бой тоже закончится это конечно будет очень печально проиграть синерджи эти светлые очки которые им так надо для того чтобы выйти из группы вот такие вот у нас итоги группа выходит сколько у них там еще игр осталось по игр еще очень много это три на всегда 11 до вот такая вот все равно проигрывать не стоит ведь никогда не знаешь что может произойти потом лишние очки не жирают начали надо зарабатывать очки потом уже рассчитывать на другие очки не подхватывая дроп кому мы зайдем к синерджи да забежим начале раунда опять послушаем ребят там можно буквально на две минутки чтобы их не отвлекать может им гораздо уютнее без нас находиться возможно но знаешь последний раунд возможно будет для них если него проиграют обстановка напряженная и посмотрим как они в ней именно работают почему бы и нет ребятам отписал минут у нас остается до начала раунда и в принципе я думаю весь дроп собран тайминги проставлены очень хорошо когда команды вот так как сейчас сделал сделал рэнди ортон написал когда падает дроп на где он даже наверное сам для себя написал чтобы их потом подобрать потому что там не было написано это да да или дашка да возможно я знаю что ребята не только так вот в чате записывают есть них специальные программы для этого программы ну да для тайминга скажем такие секундомеры по которым они могут видеть когда же выпадет следующая влана примерно конечно потому что точно угадать нельзя там есть некоторые промежуток когда выпадает дроп не ошибаюсь там двух минутах он колеблется плюс-минус 10 секунд а какая что это за программа мне интересно это когда у тебя на мониторе показаться как через сколько минут закончатся эти две минуты а хорошо просто ты можешь таймер на телефоне поставить так же самое смотреть что-то на подобие этого скорее всего ну и мы переходим к инфекциям синерджи давай так вот как она попала по мостам заходит в основе я знаю на одну права а двойные часы на кемперке на 1 мокро на пятерке тусуется хорошо право смотрите на пятерке сделал дэдэш не в центре через 30 секунд троп будет у нас он битый будет это тренд дэсмокер дэссандр агент крылья остальные в отстаточные коколы даже у нас в тыл таны мол ко мне надо там от но украфта только будет гореть он был из пола фонарха атака он рамка подышка кемпая это под название тропа флаг он это так же объявляет что я могу за рейс как я вас обожаю я уже просто дашку нас лет вратает фон андетный по гора еще да что он как же он лагает под мостом смог от этого кто-то в тлах у нас ребята да еще стал смог набиты заходит флаг в вашем берег сам на одно смока ну кто-то лево будет забирать дашку да я не могу пока смока на 2 гарема они наши дропа дожали лево в пакистане замените центр рэнди битва крышет там трое там этот баллов код тоже на полете и виза у трус то же самое да а не села да а почему мы не лагаем на канал и уйду давай на канал и уйду встречу канала 2 я лево поисклату его джон давай заблокал моку слил берите я заблокал давай 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 пара штангера и его планируем право вернее а все на тройке власть за садов садов я дам этому баску ребят давайте почему с нашей базы встречает сложно 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 пока лево на 2 под мостом канаде я и дал есть Вот ты зря убежал чуть раньше времени, там такая, знаешь, минута молчания прозвучала после этого неувезенного флага, они немножко огорчились, я заметил. Да, когда тебя встречают с твоей же базы противники, это не самое лучшее чувство. Это я как бывалый игрок могу сказать. Да, понятное дело, я сейчас визаут рулюсь будет подхватывать флаг синих, на штаны он везет. Он также будет подхватывать флаг, увозить, если его стал Ролган будет встречать, но там есть респаун у Миккей, и он возвращает. Да, вернутый флаг, и снова жалобы на Рунзо. Да, видимо, снова какие-то проблемы этого игрока, я не знаю, почему они не могут вас сразу заменить без всяких там... Да, возвращение, я не знаю. Тебе, наверное, придется написать это, потому что я действительно вижу, чтобы даут рулс лагает. Рэндик тоже сам написал, что если скажут, что лагает, он действительно лагает. Ну так просто неинтересно играть. Ну что, смотри, панс, Сейнт Хофф заходят с центра, Сейнт Хофф должен подхватывать флаг на двойных, везет он на интересную траекторию, и тот эстерейлган должен встречать на дд, он на него рассчитывает. Да, Мдэм Гуд промазал, поэтому сейчас его рельса второй раз промазал, ничего рельса не сделать, но там есть лаки бой, но хорошая рельса от грина, да, нет, нет, тот самый лангбаун, а, да-да-да, лангбаун. И теперь же Мистер Джон, смотри, второй флаг везет, он был подхвачен конвейером, и доставка второго открывает счет в матче Сейнерджи за 5 минут до конца раунда. Да, но если команда Алкайнд хотят снести эту игру ничью, либо выиграть этот раунд, чтобы выиграть бой, то у них есть еще шансы, 5 минут, захотят, смогут. Да, видели мы они, что они могут. Лазер сейчас будет сливать и спортплеера, нет, да, все же он слил, но так же сам умрет, потому что там есть динамит. Отлег он на себя немножко внимания, Сейнтхоф на другой части карты будет врываться, стилов его пока что никто не заметил, но нет, есть информация, Миккей уже прицелился. И, да, будет сливать он Сейнтхова, но успел Сейнтхов, конечно, дать ему рельсу. Если в расплане дает соперникам ДДшку, он ее подобрал, не дав Алкайндом, Барз на ДД тем временем будет заходить на базу красную, не так просто это. Да, там Рэнди, который отправил его на респаунд, подобрал нетру, и сейчас есть шансы увезти, правда там есть Эстер Элган, который ему не даст это сделать, и Мистер Джон. Но у Рэндика есть, так можно. Да, Мистер Джон, видимо, что смотрит в атаку, он не хочет останавливаться. Сейчас он, правда, сбивает рельсу и дают парочку вдобавок. Все-таки разбирается он с Лангбову, Барз выдает по Ирвин Файтеру отличную рельсу, теперь пытается скрыться с его глаз. Если просплайт добьет уже этого, это спокойно. Если я говорил, что в прошлом раунде Ирвин Файтер хорошо по правую сторону ходил, то я сейчас не замечаю у него этой игры, то есть он играет от респауна, и я бы даже сказал, что он больше дамажит, чем пытается сбить. Просто за смоками всегда наблюдать интересно в таких форматах. Сейчас Сайдхофф подхватывает флаг, дает рельсу по Микке, у него есть модуль от рельсы, там его встречает и спортплеер на Дани Три, на Васпике. И походу это будет третий флаг. А третий флаг должен быть, это обязан. Ну и сейчас просплай на этом же дропе пытается зайти во второй раз, он видит Дашку в Талахалкендов, возьмет он ее, потому что его заканчивается Дашка. Да даже если бы не заканчивалось, он бы ее, наверное, отжал. Правильно делает, что не сливает Рэндика, отдает рельсу другому, все правильно делает и спортплеер. Былой Грин. Если я не ошибаюсь, да, это он. Да, Вулкань доставляет ответный флаг, 3-1, то есть это такой в себе флаг престижа, возможно, можно назвать. Ну, три минутки есть, посмотрим на что они способны, смогут ли они реабилитироваться и попытать счастье в этом раунде. Сейчас Рэндик подхватывает ДДшку, будет занимать центр, сливает он уже одного игрока, а там есть динамит, если информация ему постоит, он должен также сливать флагоносца, что он, собственно, и делает. Да, отлично он отыгрывает, не смог динамит забить рельсов Андиорта, флаг был возвращен, Барс выдает отличную сквозную и закрепляется в тылах Улкайндов. Сейчас, правда, его разберут, мне кажется, он как-то сильно самоверенно выдвигается вперед. Смотри, вся команда Синерджи была по левой стороне, поэтому Эрвин Файтер смог пойти по правой. Если он сейчас убивает Мистер Джон, то он будет очень много на себя внимания отвлекать. Ну, динамиту придется... Да, динамиту придется на него отвлечься. Динамиту не сможет много времени ему уделить, потому что динамита ХП маловато, у Эрвин Файтера побольше. Кстати, смотри, у динамита нету модуля от рельсы у Смоки. Да, я об этом и говорю, что Эрвин Файтер все-таки жить будет дольше. Только сейчас это заметили, не знаю, с чем это связано. Эрвин Файтер должен сливать эстерелгана, подхватывать флаг. Уже едет на Цернер, также есть Лангбал, который перевернул из портплеера, он угадал и промахивает. Сейчас он уже на Центре везет, он должен, я думаю, на передачу заходить, где Ренди Ортон перехватит этот флаг. Но нет, он не доезжает чуть-чуть, это очень, конечно, печально, Ренди Ортон тут в падении. Еще немножко времени тянет, этого мало. Вот сейчас сам Дэм Гуд, не нужно было ему ехать туда, нужно было ему подбирать флаг и попытаться увести дополнительным. Смотри, что происходит на красной базе, Сайнхоп подхватывает флаг, выдерживает рельсы, правильно делает, не прыгает, чтобы не скинуться в минус, ведь у него есть мод для трельсы, но... Слишком много продажал. Да, слишком много дамага он получает вообще. Буквально вся команда Лукандов, наверное, по нему отстрелялась, но и раунд заканчивается уже через 50 секунд, я думаю, не смогут исправить свои ошибки Луканды в этом раунде уже точно. Посмотрим, что будет. 40 секунд, два флага. А, нет, ты прав, это невозможно, но зато мы с тобой посмотрим четвертый раунд, где будет решать каждый флаг большое значение. Впрочем, это в каждом раунде оно делает, но когда все равно ты проигрываешь... Ну да, когда ты проигрываешь первый раунд, и когда ты проигрываешь последний раунд решающий, это... Ну, разница все равно есть. Причем огромная, да, 13 секунд остается до конца раунда, и я надеюсь, что ребята из Лукандов не станут впускать на карту тех лагающих игроков, потому что... Ну, действительно, это сложно. Они сами себе вредят, то есть, да, основа, да, они больше натренированы, может быть, но если они лагают, что будет? Смотрим сейчас. Сейчас опять я вижу, заходит Without Rules. Вот опять, они сами для себя делают проблему, ведь потом в течение боя им нужно будет прерываться. Гритендер, что игроков пинг нормальный, пинг, возможно, нормальный, но... На карте эти игроки смотрятся, конечно, не очень. Наш оператор спрашивает, третий ли это раунд? Нет, это четвертый. Ну что, по традиции, законтролили дроп, по традиции его записали, по традиции... Мы зайдем в Confocal Kindom, да? Если ты действительно хочешь это сделать, можем, но сейчас там большое негодование из-за этих пингов, так что мы можем услышать. Окей, ты мне уговорил, мы останемся здесь. Много лишнего. Мы останемся здесь и поговорим о том, как команды будут играть все-таки, заодно проследим в случае возникновения проблем у игроков, но надеюсь, что их не будет. Хотя в Пакистане визуатрули снова на карте, ну, я не знаю. Ну, в первом раунде, если благодаря лагам ничего не было, заменам все равно осталась ничья, в втором раунде вроде бы никто не лагал, потому что были произведены замены, и команда Allkind победила, в третьем раунде были замены, и не знаю, этим ли воспользовалась команда Synergy, либо это просто... Действительно, они смогли законтролировать дроп и принести пару флажков, тем самым выиграв. Что ж, сейчас счет 1-1, и четвертый раунд. Да, проходят замуничтожения, раунд суждено начаться уже через 7 секунд. В Виче нашим зрителям предлагаю писать команду, за которую вы болеете. Всегда интересно посмотреть, на чьей стороне. Ну, ВК, Твич, это же все равно разные вещи, так что... Да, долой анонимности или как-то... Все пишут, какого вы болеете, ваше мнение для нас очень важно, оставьте его. Рул за замену снова пишет Synergy, и мы бежим уже смотреть за этим игроком. Да, я могу бы за ним понаблюдать. Как я уже сказал, зачем он зашел. Нужно было просто давать другому, и пока что за ним лагов не наблюдаю. Но он так на респауне. Слишком много мы время уделяем этим заменам, если честно. Сейчас Динамит будет подхватывать нитру. Да, Рэндику сбивают прицел с другой половины карты. Лангпаун его не видит. Динамита большие шансы уже увести флаг. Он уже на своей половине карты. Ну, и убивают его все-таки. Эстер Элган будет подхватывать. Видаут Рулс тут как тут. Там есть и спортплеер с другой половины карты. И если он даст рельсу, но ирвинфайтер сбивает ему. Ну, там все равно Пакистане был целый. Это было большой роли бы не играло. Я вижу, что Видаут Рулс лагает опять. Да, я все-таки склонен попросить его замену. Это невозможно смотреть. Да, это так же невозможно наблюдать, как и противникам играть против него. Совершенно верно. Нельзя этого игрока выпускать. По крайней мере, сегодня было. Но Барс сейчас уходит. Он уже получил две рельсы. Сбил он прицел Видаут Рулсу. Там есть Сейнхоф, который будет подхватывать. Но там слишком много игроков команды Allkind. Если Динамит сейчас даст хороший крит Лангбауну, он сбивает ему траекторию, но он успевает своим корпусом возвратить флаг. Сейчас хорошо Лангбаун сыграл. Он смог продемонстрировать все, что Корнет длиннее Васпика. И вернул его. Отличное сравнение. Но Сейнеры, честно говоря, довольно агрессивно начинают раунд. Они не дают... Да-да-да, с тобой совершенно согласен. Они очень агрессивные. Подбирают дропы. Они просто на половине карты противника. Они идут All-In, можно сказать. Как в покере. Да, конечно. Игра на все сейчас ведется. Потому что или они выиграют, или ничья, или здесь поражение. Их, конечно, два варианта последних не устраивают вообще никак. Да, по мне так поражение лучше, чем ничья. Потому что если ничья, то ты не старался. А если поражение... Ну, хотя бы попытка была. Барс сейчас будет заходить на Нитре, но там слишком много Allkind-овцев. Сейчас с вами Динамит в тылах у Сейнерджи. Они все-таки замечают и туда много внимания уделяют. Очень много. Если просплееру мажет, а им да, Ван Гуд. И сейчас должница просплеера все-таки с ним разбираться. Мы тоже многовато внимания уделили ему. Истрендерт он из тех же степей. Заходит он на двойных только. Сейчас он на базу выдаст. Я думаю, хорошую рельсу, но нет. А что, снял он мажет? Хорошую рельсу он выдал. Должен он подбирать сейчас ДА-шечку, если Лансерс убьет. Но нет, он получает рельсу. Но нет, Эрендерт он целый. Он целый, он целый. Я думал, Барс попадет по нему, но видимо нет. И остается все меньше и меньше ХП у Эрендерта. Смотри, как массово заходят. Все с ДА-шками, все три игроков. Будет подбирать... Они даже сами не знают, кто будет подбирать. Амдом Год все-таки подобрал. И Эрвин Файтеру сейчас, главное, не перевернуться. Сайдхову нужно прыгать также на фуле, но он, к сожалению, мажет с ДТ-шки. Это может сыграть большую роль. Если Рэндик успеет взять аптечку, то... То ничего не получится, взял ее лонгов и теперь уже Барс в атаке берет флаг и центром, точнее штанами уже пытается везти. Возврат будет, это очевидно. Да, но там хорошая была попытка, но Динамит тоже нечестным делал, так сказать, наш коллега. Да, наш коллега уже в следующем бою присоединится к комментированию вместе с другим нашим коллегой. И вот сейчас, смотри, есть Росплеер, Мистер Джон, заходит в правую флангу, в тылы заходят. На балконе уже передвигаются, получают Росплеер, получат сейчас есть Росплеер свою. Уже отправляются на респа по игрока, и эта атака захлебывается, в принципе. Просто посмотри, сейчас было ли пятеро игроков с Энерджи на респауне. Эстер Элган, Динамит и Спортплеер, Мистер Джон Барс. Поэтому команда Алкайнд может подхватить сейчас дроп и воспользоваться этим моментом, и привести флаг, и выиграть в этом раунде. Сейчас очень Ланцерт не своевременно мажет по Барсу на своей ДДшке. Барс продвигается по этому флангу, у него еще есть ХП на одну рельсу, он выдаст сколько сможет и Джон, подхватывает флаг центром. Мало ХП, не получается. Да, там есть Рэнди, который хорошо отреагировал. Хорошо уже отправляется на респа. Амдаун Гуд возьмет ДДшечку, скорее всего. Хотя тут есть еще и ДАшка, возможно, возьмет и наставит под кого-то. Травин Файтер принимает решение брать и туда. Да, Динамит с ним разбирается, амдаун Гуд выдает рельсу ДД. По-моему, забывают они об этом игроке, он уже дальше продвигается и снова Динамит отправит на респа, если сейчас отлично сбивает Динамит и теперь уже выдвигается в атаку, Рэндиорт он тут хозяйствует на двойном дропе. Динамит боится выдвигаться, что-то. Сейчас такое затишье перед бурей, я чувствую, и когда останется две или те же самые три минуты, прям флажки будут таскаться туда-сюда и там, честно... Так ты знаешь, осталось совсем не так много времени до этих двух-трех минуток, 3.52 все-таки на таймере. Смотри, сейчас Сейнт Хофф на фуле, если он увидит аптечку и возьмет ее, он, конечно же, ее увидит. Выдерживает, он даже целый сейчас будет брать флаг, но промахивается, просто так выдал рельсу, слишком много времени потерял, и там появляется Смока, который просто не даст уехать с Сейнт Хоффу. Здесь уже и тиммейты, но они немножко запоздали, конечно. Им надо уже ИФД возвращаться, потому что сейчас Ланцерт уже подъезжает к базе, хочет брать дронер на Сейнт Хофф, посмотрим мы на него, конечно же. Сейчас Сейнт Хофф подбирает ДДшку, будет также подбирать не Тру. Если он сливает Erwin Fighter, а он это делает, у него есть большие шансы увести флаг, потому что у него есть модуль от рельса, и то есть он еще может выдержать одну-две, может быть, даже рельсы. Ну и уже он, смотри, на штанах далеко продвигается, поддержка тиммейтов просто необходима сейчас для доставки, но возврат. Амдем Гуд все-таки возвращает и доказывает то, что Васпик тоже, блин, может возвращать флаг, а не только Харнет. Сейнт Хофф сейчас мажет и продвигается далее по штанам. Если подхватит флаг, он может здесь помочь, конечно, но нет. Убивает тиммейта на вражеской базе. Сейчас уже Сейнт Хофф сам будет подхватывать флаг. Смака ему мешает. Да, там вылетел Крит, как всегда, на последнем ударе. Да, вот такое вот везение у наших игроков, Крит-ты. Да это у всех, по-моему, такое. Как последний, этот, смака нужно дать противнику, так сразу Крит. Нет, что там первым, или там вторым, вот так, или два подряд, вот это вообще идеально было бы. Нет, два подряд вообще как бы что-то такое заоблачное, но... Бывало и такое. Ты сказал 3-2 минуты, начнутся флагоносные минуты, но сейчас нет ничего, уже минута до конца, скажи. Ну смотри, противники сидят на своих базах, они ждут ошибки других, я не знаю зачем, вот смотри, как и синяя, так и красная команда, но сейчас красная правда выдвигается, потому что у них есть дроп, 4 игрока уже на стороне синих, на базе точнее, синих. Барс подхватывает, везет он немножко не туда, на мой взгляд, хотя у вас, в принципе, возможно здесь, так как Сейнт Хофф на флагах, смотри. Он поможет увести этот флаг однозначно, и это будет доставка. Правильно все сделал Сейнт Хофф, потому что другой в штанах было бы проблема, там было трое игроков, команд Алкайнд. И сейчас Алкайндам просто нечего терять, и они будут ехать все в атаку, чтобы хотя бы сравнять счастье в этом раунде. Ведь теперь им нужно привести как минимум один флажок для ничьи. Сейнт Хофф все еще на фулл дропе был. И Рендер-то на штаны везет, там... Но что делает Лангбаун? Он просто стоял. Он просто стоял, он был АФК, ведь он мог дать сквозную рельсу, потому что по Барсу и Стерилган, потому что они стояли вдвоем. И Рендик мог спокойно увести флаг и доставить его. И по-моему, если Синерджи не дадут увести флаг, а тем более они доставят, это 2-0 и это победа Синерджи. Да, остается 35 секунд, было жарко, но все-таки Синерджи хозяина, хозяева доказали то, что недаром выбрали этот формат. Хотя... Хотя... Знаешь, Алкайнд тоже неплохо сыграли. Я тебе так скажу, не хуже Синерджи. И было увезено даже больше от них флажков, чем от команды... Да, и все-таки точку в этом бою ставят Алкайнд, и они доставили первую, они доставили и последний флаг в этом бою. Нашим зрителям мы говорим, что мы разыграем, как обычно, колдоприпасы, и теперь надо вам писать воскресный знак голод для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Ну а 5000 кристаллов мы тоже разыграем, так как все проголосовали за Синерджи. Синерджи выиграли. Синерджи.